так приветствую всех господа вы снова смотрите антикризис сразу перейдем к темам этой программы первая тема это здоровье и важные выводы к которым я пришел по части здоровья и поддержание здоровья в здоровом состоянии вторая тема это получение детских пособий при рождении детей третья тема обсудим курс американского доллара который очень неплохо подрос за прошлую неделю обсудим дальнейшую стратегию обсудим нефть с нескольких сразу позиций фундаментальных позиций приведу некоторые факты обсудим российскую экономику по нескольким пунктам в частности сделаем акцент на строительстве на недвижимости есть несколько интересных цифр и сделаем акцент на автомобилестроение которая сейчас переживает в общем-то неплохие времена обсудим финансовое положение российских компаний в первом квартале обсудим также тему российских самолетов отечественного авиастроения ну и собственно может быть если останется время обсудим оптимальный курс доллара для российской промышленности по данным центрального банка если какие-то темы вам покажутся неинтересными например начали мы будем говорить про здоровье и про детские пособия внизу есть список тем с хронометражом можете сразу перескакивать на те темы которые волнуют вас больше всего напоминаю что у вас есть прекрасная возможность помочь этому каналу если вдруг вы считаете что содержание этой программы является полезным для вас вам не жалко например 100 рублей пожалуйста перечисляйте по первой ссылочке внизу в описании это возможность поддержать мотивацию этого канала ну и как-то поощрить я понимаю что деньги здесь не большие за каждую передачу приходит там цене ну по 1000 рублей но тем не менее я считаю что это хоть и маленькая но тем не менее компенсация для того времени которое я затрачиваю при подготовке к этой программе и так давайте поговорим сначала про здоровье очень важная тема тем более я в предыдущих нескольких выпусках затрагивал тему рака я сразу скажу то о чем забыл сказать в прошлых программах тот человек мой родственник который заболел раком ситуация развивалась очень стремительно и за два месяца ну клиническая картина резко ухудшилась у чай который ходил на ногах был абсолютно здоров за два месяца превратился в лежачего больного пока таким и остается ну вот какие ошибки может быть все были допущены я хочу чтобы вы знали если вдруг не дай бог вам придется столкнуться с такой же ситуацией имейте в виду что первое что надо сделать конечно же если вдруг какие-то показатели в организме начинают беспокоить надо просто в щепку разбиться по сравнению в щепку разбиться а для того чтобы понять точные причины что с вами происходит то есть это всегда повышает шансы на успешное выздоровление если вдруг что-то идут какие-то отклонения можно забивать на работу совершенно спокойно потому что если вдруг что-то пойдет не так с вашим здоровьем то вам уже никакая работа потом не поможет и надо довести это дело до конца то есть потратить время потратить деньги на своевременную диагностику но точно узнать что с вами происходит потому что у каждого отклонения каких-то там показателей есть а своя точная причина второй момент это надо искать самых лучших докторов в своей области чтобы не просто потом вы заплатите больше я приведу пример как действительно здесь получилось у нас на дело в том что ну у моего вот этого родственника возник асцит то есть уже до такой степени рак развился что началась брюшной полосы наполняться жидкость жидкости там было больше 10 литров и вот надо было срочно ее куда-то деть и по всем знакомым я начал бегать искать врача и все-таки положили в мариинскую больницу там сделали операцию ну вот откачали жидкость а потом зачем-то сделали операцию вот эта операция как оказалось впоследствии была совершенно лишней напрасной потому что не было никаких показаний для чтобы делать операцию потому что как мы выяснили потом что такой рак он уже не операбельный и дополнительная операция это лишь мучение дополнительно для пациента после этой мариинской больницы зачем-то направили в платный хоспис который естественно называется как платный хоспис он называется онкологическая клиника и вы знаете по моему эта клиника она специально помогает уйти безнадежным больным то есть там довольно большая плата ежедневно и они постоянно выносят из этой клиники трупы один простой факт после того как мы родственникова из этой клиники забрали который посоветовали как раз мариинской больнице ему стало легче и пошло облегчение действительно и в домашних условиях человеку стало лучше чем с постоянным медицинским наблюдением под капельницами под постоянными вот этими ежедневно там огромный список из 10 лекарств каждый день к такололе представляете вот забрали человека домой стало человеку лучше вот и конечно для того чтобы избежать вот таких попадалов чтобы избегать избежать лишних операций за которые врачи они делают эти операции потому что они в них материально заинтересованы потому что за эти операции в частности маринке операция стоила например 70 тысяч рублей что сделал хирург он просто сделал надрез посмотрел сказал повсюду метастазы и зашил обратно вот за это взял 70 тысяч рублей естественно состояние больного ухудшилось после операции вот поэтому надо искать компетентных хирургов врачей быть может быть использовать несколько альтернативных точек зрения относить им все вот эти анализы и выслушивать несколько мнений относительно того какие перспективы и что лучше делать чтобы составить себя полную картину потом я все-таки с действительно переговорил экспертом таким признанным в области хирургии раковых онкобольных и он не сказал что там шансов никаких нет что оперировать операция не нужна химиотерапия тем более не нужно что это все ничего не изменит и не поможет вот и соответственно самый тяжелый момент в эмоциональном плане было когда вот этот родственник мне позвонил спросил что сказал этот хирург потому что до той поры врачи кормили ложными обещаниями этого пациента и мне пришлось сказать что фактически подписать этому человеку приговор сказать что это неизлечимо вот но к счастью у нас пациент сильно не страдает вроде как даже чуть-чуть получше состояние стало после того как перевели домой вот ну и главный вот конечно это то что надо первое это искать точную причину то есть не желать не жалеть времени и денег на собственное здоровье и второе это обязательно попадать именно компетентным врачам желательно несколько альтернативных точек зрения если в перспективе дело касается жизни человека знаете еще один случай вспоминаю из своего прошлого в 2009 году у меня умер в 2008 году у меня умер кот кот был уже старый ему было 15 лет и вы знаете это дурацкая может быть история может быть вы вообще сейчас будете плеваться зачем я вам это рассказываю я помню что я обратил внимание у карта какие-то были так сказать на бедре какие-то как бородавки я вызвал для ветеринара чтобы проверить бородавки а ветеринар сказал до вашего кота почки сейчас откажут то есть и там уже коту на самом деле осталось жить несколько недель после того как я вызвал ветеринара вот то есть писать и я обратил внимание на какие-то внешние проявления болезни да но совершенно не обратил внимание на то что кот там может быть как-то себя не так ведет что он стал каким-то вялым неактивным и так далее что было следствием почечной какой-то недостаточности вот и так я в общем может быть раньше времени потерял своего кота то есть вот тоже такая история что мы обращаем внимание зачастую акценты неправильно расставляем в своем здоровье да то есть человек больной может ходить на работу и при этом ему жить осталось несколько месяцев а он думает о том как бы ему сделать свою работу вот сначала надо конечно полностью понять что с тобой происходит и обязательно обращать на это внимание вот по поводу моего здоровья опять-таки может быть это вам не интересно но я все-таки расскажу я год назад у меня была такая симптоматика под правым ребром какое-то ощущение вздутия я думаю ну что-то не в порядке пойду сделаю узи сходил сделал узи мне сказали во первых что у меня перегиб врожденный желчного пузыря в результате чего желчь не так отходит от так сказать и желчного пузыря это означает что нельзя есть много жирной пищи вообще надо так сказать сидеть на диете ну и второй момент на который я тогда не обратил внимание это то что доктор мне сказал что у меня что-то не так желчным пузырем на кстати на это вообще внимание особо не обратил меня у меня сначала спросил вы что употребляете алкоголь я подумал что наверное вот какие такие изменения связаны с употреблением алкоголя с 1 июля я как раз и по этой причине в общем это стало таким последним аргументом пользу того чтобы бросить пить и вот год я не пил и на прошлой неделе я все таки сходил еще раз к этому же узисту и снова сделал узи он не снова то же самое сказал у вас диффузные изменения поджелудочной железы что это значит значит что на узи она должна быть темного цвета она почему-то светлеет она светлеет потому что ну как говорят узисты изменяется эхогенности стенок органа и соответственно меняется цвет ну я немножечко погуглил написано что такая ситуация бывает при заболеваниях поджелудочной прием например либо сахарном диабете либо неправильное питание ну вот сахарный диабет вроде как исключился сдал я расширенную биохимические анализы крови сразу чтобы понимать что происходит в организме единственный компонент который у меня отклоняется от нормы вот из множества показателей все основные сла остальные слава богу в норме находится это холестерин холестерин у меня оказался пять с половиной там чего-то миллимоль на что-то там вот и это как раз на 0 5 больше чем нормам вот почему я вам все это рассказываю я просто рассказываю что надо внимательно относиться к любым симптомам которые следуют об отклонении процессов вашем организме дальше я собираюсь идти то есть я нашел врача гастроэнтеролога пойду с анализами с этим узи к этому врачу чтобы он не назначил хотя бы правильную диету потому что сейчас такая ситуация что я даже не знаю что мне есть чтобы в общем то было все нормально вот потому что я уже вам рассказывал отказался от всяких кондитерских изделий я отказался от жареной пищи но относительно недавно потому что вот год назад как я бросил пить я в общем да вот достаточно активно жрал десерты и честно говоря вот это как раз и негативно сказывается как и на работе желчного пузыря так и на поджелудочной железе вот извините еще раз что гружу вас такими дурацкими темами но на самом деле когда речь стоит о жизни и смерти ну это вопрос такие очень важные и если в ваших целях стоит задача дожить например до 100 лет как вот у меня то есть я для себя задекларировал что хочу дожить до 100 лет то в этом случае вы начинаете конечно же очень трепетно относиться к любым негативным проявлением с вашим организмом и если вы смотрели фильмом becoming warren buffett то самый последний фильм про урена баффета на телеканале hbo он как раз чуть ли не начинается этот фильм с сценки где warren buffett выступает перед студентами говорит о том что представьте что у вас будет всего лишь один автомобиль на всю жизнь вы будете пылинки с него сдувать так вот ваш автомобиль это ваше условно говоря ваше тело поэтому берегите его с молоду потому что она у вас будет с вами до конца жизни вот это то что в общем то 85-летний человек советует молодым людям то есть это важный совет вот так вторая тема это детские пособия давайте сразу я буду записывать время здесь 400 детские пособия знаете я во первых удивлен что пособия такие большие потому что если бы они были маленькие то и может быть я бы не парился с их получением но вот на второго ребенка расскажу есть если вас рождается второй ребенок как у меня то есть я уже пять месяцев счастливый отец дважды вам положено как минимум два федеральных пособия федеральное пособие единовременное она составляет что-то там то ли 13 16 тысяч рублей точнее помню 16 тысяч рублей ну мелочь но тем не менее приятно то есть 16 тысяч рублей и регулярное пособие по уходу за ребенком который выплачивается до полутора лет на первого ребенка составляет чуть больше трех тысяч рублей на 2 6 тысяч рублей соответственно 6 тысяч рублей помножить на 18 не обладая навыками моментального счета ну вот где-то получается больше 100 тысяч рублей 108 тысяч рублей но там я считал что если точную цифру нажать то получается где-то 110 тысяч рублей то есть представьте 110 плюс 16 уже 126 в общем то есть смысл и попариться ради таких денег и плюс еще есть в каждом субъекте федерации своя выплата тоже она зависит от количества детей в семье в частности в петербурге если ребенок родился то выплат составляет 37 тысяч рублей на ребенка но она вылачивается на какую-то специальную желтую карточку которую можно отоварить только в специальных магазинах для детей то есть это как некоторая такая целевая помощь для поддержания молодых семей вот так что не все так плохо но единственное знаете с чем я столкнулся это большая проблема она заключается в том что какой-то невероятный список надо собрать документов просто невероятный это для меня лично это невозможный тест потому что надо там две трудовые книжки надо выписка у меня жена в москве прописано надо выписка из форму 9 во первых москве брать во вторых справки о том что она в московском совместе не получала эти пособия потом чуть ли не бюро трудоустройства надо что из местного справка из московского что жена не состоит нигде на учете и все эти трудности возникают из-за того что я предприниматель а жена нигде не работает то есть вот если бы мы были людьми работающими то все в этом плане было бы наверно проще вот но поскольку я так сказать вольный художник то там возникает конечно какой-то невероятный квест по получению этих документов и это конечно неприятно я кстати говоря прошу прощения за то что я в прошлый раз чихал сморкался прямо в эфире но это были объективные к сожалению обстоятельства увидите сейчас мне уже значительно лучше в принципе очки мне понравились уже я даже лень надевать линзы я уже хожу в очках хотя у меня в общем есть и альтернативные очки могу вам показать смотрите вот эти вот эти наверно вам понравится больше как вам вот тоже кстати дорогущие очки тоже где-то баксов 700 они стоят так хайр но их покупал себе не я вот так сказать как этим не лучше или эти но эти знаете так сказать если человека увидишь в этих очках то уже точно ни с кем не перепутаешь потому что мало кто носят такие выразительные мощные очки но это знаете как товарный знак своего рода вот но как вы видите мне уже лучше то есть я не сморкаюсь то есть аллергия у меня уже потихонечку проходит может быть потому что я принимаю так сказать соответствующие таблетки может потому что несколько дождей прошло в петербурге и соответственно смыли вот эту пыльцу которая вызывает все эти аллергические проявления теперь у нас время 18 20 я основу записываю поговорим сейчас про доллар быстренько во-первых вы видите я держал позицию по доллару которая в общем практически с самого момента ее образование феврале она стала убыточной в в прошлой программе мы с вами обсуждали что сейчас и стало намного больше факторов которые стоят за укрепление доллара с текущих уровней кстати говоря вот несмотря на то что доллар на прошлой неделе весьма существенно подрос он превышал отметку 60 рублей за доллар это уже выше той самой плохой покупки которую я осуществил феврале так вот даже несмотря на этот большой рост цены на нефть в рублях и если посмотреть они все еще стоят около своих минимумов то есть фактически вот этой переоценки не произошло которая бы могла помочь российскому бюджету то есть рубль пока минфину никак не помогает и если там начнется какая-то переоценка то потенциал для роста доллара весьма весьма существенный что я сделал с позицией вы задавали вопрос в прошлой программе я сократил частично позицию то есть вот эту часть которую я покупал на самых низах я ее закрыл довольно с хорошей прибылью и если будет падать доллар снова я докуплю еще если падать не будет будем просто дальше смотреть и наслаждаться ростом американского доллара но пока я в планах все таки где-то знаете до конца июля точно посидеть в долларе может быть до конца августа потому что пока вот из того что я вижу ну объективно говоря фактор пользу скорее ослабление рубля чем в пользу у его укрепление еще один интересный момент на на прошлой неделе доллар довольно сильно укрепился я честно говоря не замерял там сколько точно было по моему процента 4 то есть очень существенный рост и вы знаете несколько причин на называли пока доллар сильно рос первая причина которую называли этой новой санкции со стороны сша это избитый сирийский су-24 но в реальности мы видим что такая переоценка произошла только благодаря падению цен на нефть то есть реально нефть уже начала падать слишком быстро чтобы рубль не обращал на это внимание а нефти мы поговорим чуть позже сейчас я про рубль до конца доведу логический разговор во первых в прошлой программе уже перечислял почему я считаю что доллар должен дальше укрепляться но пока это все вот картина картина на валютном рынке складывается исходя из торгового баланса исходя из внешней торговли и основная причина как раз укрепление российского рубля в первом-втором квартале заключалась в том что был очень положительный баланс внешней торговли профицит в первом квартале семнадцатого года этого года вырос впервые с 2015 года экспорт вырос аж на 36 процентов и он стал существенно больше роста импорта подорожали и цены на нефть и на газ на уголь и металлы и собственно это привело к тому что спрос на валюту был существенно больше чем предложение валюта было больше чем спрос на нее тем не менее вот постепенное ослабление доллара привело к тому что выросли заграничные поездки по первому кварталу их число выросло на 25 процентов так что вот можно с уверенностью говорить о том что это укрепление доллара как укрепление рубля против доллара который мы наблюдали с начала этого года никакой не кукловод это не кэрри трейд даже потому что объем кэрри трейда там был не такой существенный по сравнению с торговым балансом это реальный приток баксов по итогам внешне торговой деятельности если смотреть на самые свежие цифры то в апреле приток по текущему счету упал в четыре раза то есть начала замедляться эта тенденция он составил приток 2 2 миллиарда долларов в мае упал еще сильнее до 1,3 3 десятых миллиарда долларов кроме того есть интересный момент который можно добавить в копилку факторов в пользу укрепления доллара за два месяца из российской банковской системы ушло 7 миллиардов долларов был отток средств марте и апреле и резервы долларовые у банков сократились двое сейчас у них по итогам июня ну к началу июня скорее осталось шесть половины миллиардов свободной ликвидности который представляет собой разницу между резервами валютами резервами минус обязательства по валютным счетам валютным вкладам собственно потихонечку ситуация с долларом для доллара улучшается для рубля ухудшается но надо отдать должное что вот даже при текущих при текущем курсе сейчас я вижу пятьдесят восемь девяносто все-таки рубль остается существенно переоцененным и это является некий неким основанием считать что дальнейшем благодаря каким-нибудь событиям баланс восстановится окей завершаем разговор про рубль 23 53 и начинаем разговор про нефть нефть падает кстати говоря уже четыре месяца подряд это изменение происходило так медленно и так незаметно что даже не сказать что вот вот она падает четыре месяца и с другой стороны нефть падала слишком медленно для того чтобы те кто торгуют рублем обращали на это внимание сейчас мы видим что нефть марки брен торгуется уровень 60 46 32 прошу прощения и вообще говоря до этой неделе то есть как и закроется эта неделя ничего не понятно но до этой недели падение длилось пять недель подряд и вот на прошлой неделе почему такая такой рост доллар произошел потому что произошло ускорение этого падения и нефть упала на минимальные уровни за последние полгода с ноября 2016 года кстати говоря если брать значение падение нефти за первое полугодие оно составило минус 20 процентов если посмотреть статистику по всем первым полугодиям то такая негативная динамика была последний раз только 20 лет назад в 1997 году то есть первое полугодие обычно никогда таким плохим для нефти не было другое дело второе полугодие там действительно были сильные падения ну как например там я не знаю в 2008 году в 2009 году но вот свежая история таких первых полугодий негативных горнка нефти не было теперь поговорим о факторах фонаментальных факторах на рынке нефти первый фактор ну во первых китай еще раз прошу прощения за то что пил воду во время эфира потому что попробуйте там 25 минут поговорить без перерыва еще в быстром темпе поймете что это такое и так 10 процентов китайских нпз готовится закрыть свои мощности в третьем квартале несмотря на пик сезонного спроса то есть если нпз сокращают свои мощности это значит что и спрос на нефть будет меньше дело в том что с середины пятнадцатого года непрерывно за растут запасы бензина в китае то есть некое перепроизводство бензина и соответственно затоваривание рынка и в третьем квартале ожидается что в китае на техобслуживание уходят четыре нефтеперерабатывающих забода поэтому возможно падение спроса на аж 1 и 3 миллиона баррелей в сутки поставки нефти в китае упали с начала года до текущего уровня с 8 8 с половиной миллионов баррелей на максимуме до отметки ниже 7 миллионов баррелей в сутки на текущий момент то есть мы видим что по китаю пока что-то не очень радужная картина аналогичная ситуация наблюдается и в сша падает спрос на бензин запасы бензина растут последние пару недель хотя в это время они обычно сезонно должны снижаться несмотря на наступление автосезона запасы бензина сейчас максимальные с марта этого года есть еще такая информация новшестка лавнил пайплайн компания оператор крупнейшего сша топливного трубопровода сообщает что спрос на перекачку топлива в густонаселенные северо-восточный район сша сейчас самый слабый за последние 6 лет на фоне падения спроса на нефть и на бензин растут запасы нефти в плавучих хранилищах это не только американская тенденция по всему миру так плюс сейчас наблюгает наблюдается такая устойчивая ситуация контанга это когда форвардные поставки там я например в сентябре в декабре они по цене выше чем текущие и соответственно имеет смысл не продавать нефть сейчас складировать ее в танкерах и ждать чтобы продать по той форвардной цене которая превышает текущую так вот сейчас согласно данным парижской компании подслеживанию танкеров объем нефти хранящийся на танкерах достиг максимального уровня в 2017 году почти 112 миллионов баррелей большая часть запасов составляет объемы которые хранятся в северном море в сингапуре и иране еще один фактор который не со стороны спроса со стороны предложения оказывает давление на рынок нефти это бурение скважин в сша но не останавливается не на минуту число активных буровых вышек выросло на 11 штук на прошлой неделе и их общее число составила 758 год назад например их было 330 не стоит путать вот эти бурения скважин это так называемый показатель от компании бейкер хьюз это нефтесервисная компания которая обслуживает нефтяные платформы всех всех буренщиков они заодно рассчитывают эту статистику не стоит путать бурение с активными нефтяными скважинами которые уже пробурены и просто работают то есть это два разных совершенно показателя бурение просто показывает сколько новых скважин будет введено в ближайшее время является неким опережающим индикатором относительно того как будет меняться предложение нефти на рынке сша в будущем так вот пока судя по этой статистике предложение в сша будет дальше только расти теперь спекулятивные факторы данные комиссии по товарным фьючерсам в сша показывают что фонды сократили длинную позицию по нефти с 18 прошу прощения на 18 тысяч до 301 тысячи контрактов в то же время фонды нарастили короткую позицию на 42 тысячи до 167 тысяч контрактов чистый шорт вырос на неделю за неделю за прошедшую на 3 миллиарда долларов чистый лонг сейчас составляет 135 тысяч контрактов минимальное значение с августа прошлого года и близко к значениям конца 15 начало шестнадцатого года открытый интерес также сейчас на нефтяных фьючерсах падает по сравнению с майем он упал почти на полмиллиона контрактов говорят наблюдатели что это из-за снижения хеджевой активности со стороны производителей сырья ну это понятно вы сами подумайте когда цены на нефть уверенно росли там к 55-60 долларам в этом году мы видели что спекулянты эту нефть покупали а компании профессиональные участники рынка они напротив шортили то есть они хеджировали цены на нефть от падения хеджировали свои операционные риски от падения цен на нефть то есть продавали вот эти форварды фиксировали свою цену там по 55 по 60 и так далее вот и как мы видим во первых что они действительно оказались правы то есть спекулянты проиграли в этой борьбе то другое дело что это заняло какое-то время чтобы это стало очевидным вот и естественно по мере того как цены на нефть становятся все менее привлекательными все менее низкими менее привлекательными для хеджа такие вот товарные участники они сокращают свою активность то есть они меньше продают этих форвардов соответственно открытый интерес на рынке начинает снижаться вот так что здесь все совершенно однозначно вкладывается сейчас еще раз повторю нефть на уровне 4630 пока мы видим что каких-то шансов для того чтобы нефть ну фундаментальных факторов объективных для того чтобы нефть росла пока нет есть еще факторы то есть единственная причина по которой первом квартале этого года нефть восстановилась это надежда на то что рынок будет сбалансированным из-за того сокращения добычи нефти которая предприняла ОПЕК но мы видим что ОПЕК там забрали 1 миллион 300 тысяч баррелей с рынка за это же время США нарастили на такую же величину добычу нефти и пока ОПЕК не предпримет очередных шагов соответственно вряд ли стоит ожидать каких-то новых сдвигов на рынке нефти потому что нефти в мире много спрос на нее как-то не очень активно растет пока нефть остается под давлением отмечаю таймкод 32 минуты ну 13 секунд окей теперь поговорим про российскую экономику в целом я так понимаю что наша экономика она идет вслед за улучшением конъюнктуры сырьевых рынков с некоторым лагом если первый квартал был достаточно слабый но зато в первом квартале росли цены на наши сырьевые товары то с некоторым лагом это все доходит до экономики ко второму кварталу общий тренд на восстановление экономики и благоприятный май обусловили неплохую картину по экономике России промышленность в мае выросла на 5,6% это рекордный темп роста за 5 лет налогов поступило в бюджет на 45% больше чем год назад и темпы роста ВВП ускорились ну вот за 5 месяцев экономика выросла на 1,3% сильный май, как говорит Орешкин из Минэкономразвития это компенсация февральского провала из-за переноса праздников получился слишком слабый февраль и более сильный май вот такой интересный статистический артефакт способствовали росту экономики и расходы бюджета в мае они увеличились на 13% в годовом выражении против 3% за январь-апрель так что вот у нас такое сезонное ускорение экономики в мае произошло теперь о не очень лицеприятных тенденциях поговорим о строительстве здесь у нас есть все основания считать что в строительстве будет продолжаться спад это кстати говоря ну вот во всяком случае я например не уверенно очень смотрю на акции строительных компаний так как группа ЛСР и группа компаний ПИК падение в жилищном строительстве продолжается в 2016 году прошу прощения падение составило 6,5% а в 2017 году падение ускорилось ввод жилья в России за 5 месяцев упал на 13% ну вот если я говорил раньше что сырьевой рынок у нас начинает улучшаться ситуация то с лагом в один квартал это улучшение доходит до статистики Росстата и мы видим улучшение в российской экономике так вот лаг до которого с которым улучшение конъюнктуры сырьевого рынка доходит до строительства он составляет может быть полтора может быть два года почему дело в том что вот то падение жилищного строительства которое мы сейчас наблюдаем это следствие того что полтора два года назад был резкий спад потому что был кризис резко скакнул доллар и экономика была очень слабой и строители начали но меньше новых строительств соответственно сейчас когда завершаются начатые два года назад строительства оказывается что идет спад вот то есть именно из-за того что строительный цикл составляет полтора два года как раз вот сейчас мы и наблюдаем некоторый спад так что это отголосок можно сказать 2015 года и падение спроса в те кризисные времена как раз когда началась программа антикризис наиболее выраженная я уже по-моему сказал что за пять месяцев падение ускорилось до 13 процентов наиболее выраженная тенденция падения была в уральском сибирском северо-западном и центральных федеральных округах реальные располагаемые доходы населения нашего они продолжают снижаться за пять месяцев этого года падение составило почти 2 процента это первый негативный фактор опережающий для рынка жилья и второй фактор это то что предложение жилья постоянно растет то есть вводится огромное количество миллионов квадратных метров одна остается надежда на ипотеку потому что сейчас уже доли ипотеки там доходят до 30 процентов в продаже новостроек где-то может быть даже до 50 и надо отдать должное что работала неплохо программа субсидирования ипотечных ставок государственная но вот в 2017 году она окончила свое действие и соответственно упал спрос несколько на ипотеку после того как эта программа завершила свое действие дальше остается ипотечникам потенциальным надеяться только на то что ипотека подешевеет вслед за падением ставки центрального банка и все таки по итогам второго полугодия этого года ожидается некоторый небольшой рост жилищного строительства я на всякий случай вот эти статистические данные решила проверить по отчету группы лср скажем так сверить посмотрел что у них происходило в первом квартале по операционным результатам и выяснилось действительно новые контракты в квадратных метрах у лср в первом квартале этого года упали на 34 процента в рублевом исчислении на 36 процентов если посчитать сумму контрактов которые лср заключила в первом квартале то она упала с 21 миллиарда годом ранее до 14 миллиардов в первом квартале текущего года средняя цена квадратного метра по проектам лср упала с 99 тысяч рублей до 97 тысяч рублей за квадратный метр еще одни цифры которые публикует портал недвижимости arn.ru ссылка внизу в описании значит есть интересные сведения давайте лср я тоже кину кину вам ссылочку чтобы вы могли сами посмотреть как падают продажи у группы лср но у группы лср они на чем отличается то что она в основном работает в двух столицах то есть в северной и в южной будем так выражаться так вот у arn аналитиков тоже выводы неутешительные москва строится существенно быстрее чем продается и аналитики говорят что не стоит надеяться на перелом тренда по ценам то есть цены будут дальше падать с темпами примерно 10 процентов ну 8-10 процентов в год предложение новостроек в 2011 году если оно составляло 4 миллиона квадратных метров в 2013 уже 5 а сейчас 7 с половиной миллионов то есть за последние пять лет выросло на 50 процентов до 2020 года по прогнозам объем стройки в москве и подмосковье не уменьшится и будет составлять не ниже 8 миллионов квадратных метров в год то есть это темпы ввода нового жилья в подмосковье тем не менее строительство упало впервые с 2000 не впервые а с 2014 года упало на 2 миллиона квадратных метров ну кстати возможно это отчасти объясняется присоединение территории то что часть земли в московской области просто выпало и теперь эта статистика зачисляется в москву сейчас же в москве с учетом присоединенных территорий строится в данный момент вот сколько строится это 20 миллионов квадратных метров 14 миллионов из них уже продается и по некоторым оценкам процесс запущенный процесс реновации москвы может принести на рынок еще 20-30 миллионов квадратных метров поэтому по оценке аналитического центра аренру к 2020-21 году квадратный метр московской недвижимости может постепенно снижаться и потерять примерно 30-40 процентов то есть на вторичном рынке москвы цены могут просесть до 100-140 тысяч рублей за метр по индексу арен точка ру и соответственно при нефти около 50 долларов за баррель и рубли по курсу 60 за доллар это соответствует примерно сумме 2000 долларов за квадратный метр ну вот с недвижимостью наверное все следующая тема 40-22 ну финансовое положение российских компаний улучшилось по сравнению с предыдущим годом на всякий случай эту статистику скажу хотя она уже немножко устаревает потому что это был первый квартал сейчас уже второй квартал заканчивается но все-таки там с некоторым лагом подводятся итоги кварталов сальдо финансовых результатов российских компаний по данным Росстата улучшилось на почти 5 процентов доля убыточных компаний сократилась на 7 десятых процентного пункта и составляет почти 35 процентов самая большая сальдо положительная сальдо это обрабатывающие производства но тем не менее в первом квартале обрабатывающие производства сальдо сократилось на 15 процентов к первому кварталу шестнадцатого года кстати говоря это произошло как раз из-за того что рубль укрепился при этом центральный банк кстати говоря пытается все время с пеной урта доказать что укрепление рубля это хорошо а падение рубля это плохо ну вот живые цифры как раз самое основное самое большое положительное сальдо прибыли это обрабатывающие производства и оно сокращается потому что крепнет рубль сальдо снизилось по первому кварталу в торговле и трубопроводном транспорте то есть это те компании которые ухудшили результаты строительный сектор в первом квартале этого года показал убыток ну если взять все компании которые представили свои отчетности по РСБУ это вот их суммарный результат он отрицательный в добыче полезных ископаемых сальдо выросло на семьдесят процентов то есть на самом деле конечно ну даже вот эти цифры показывают что представляете нефть растет нефть растет рубль укрепляется сальдо в добыче полезных ископаемых на семьдесят процентов а обрабатывающие производства минус пятнадцать процентов при этом очевидно что крепкий рубль вредит обрабатывающим производством и при этом ЦБС пеной у рта все время пытается доказать что искусственное там занижение курса рубля это хреново для экономики это кстати отдельная тема которую я забыл разобрать в наших антикризисах там имело смысл подискутировать кстати говоря итак следующая тема это тоже тема в духе антикризиса это отечественный автопром у нас есть статистика которая показывает бурное оживление отечественного автопрома с января по май семнадцатого года петербургские заводы Hyundai, Nissan и это выпустили сто сорок тысяч шестьсот легковых автомобилей это аж на тридцать семь процентов выше чем за тот же период прошлого года представляете как бурно растет выпуск я не знаю насколько там этот выпуск ориентирован на экспорт скорее всего это все внутреннее потребление все это как раз связано с теми причинами о которых мы говорили выше цены на нефть чуть-чуть подросли россияне почувствовали себя чуть более уверенно начали брать кредитики начали покупать машинки молодцы что сказать в мае было произведено в петербурге 29 тысяч машин на 26 процентов больше чем годом раньше ну если брать январь-май вот этот период пять месяцев то по данным петростата индекс производства автотранспортных средств прицепов и полуприцепов вырос на 25 с половиной процентов кстати говоря удивительная цифра я раньше этого не знал оказывается что доля петербургского автопрома в общероссийском составляет аж 27 процентов представляете с ума сойти то есть ну буквально там 20 лет назад вообще была ноль да то есть в петербурге ничего не производилось теперь вот из-за этих сборочных производств иностранных компаний у нас такая существенная цифра кстати говоря это при том что завод есть же у нас в петербурге заводик здесь как раз недалеко gm opel которые вообще законсервировали закрыли остановили выпуск вот так что в общем то мы видим что некое оживление промышленности в петербурге оно все таки происходит и еще одна новость положительная для автоваза запасы российских дилеров автоваза сократились вдвое сейчас эти запасы составляют один месяц продаж и сейчас завод не сокращает отгрузку растут продажи автомобилей и дилерам даже не хватает машин ну на некоторые комплектации их приходится ждать там несколько недель в мае 2017 года продажи подскочили на рекордные 22 процента по сравнению с годом ранее это статистика и ну вот аналитики говорят что для того чтобы нарастить производство чтобы устранить возможный дефицит автовазов надо перестраивать цепочку комплектующих что может занять 6-7 месяцев ну ранее я где-то месяц назад общался с человеком который связан с группой газ он говорит что сейчас нереальные очереди на вот эти газели семейства next что автомобиль получился чрезвычайно удачным на них реальный дефицит то есть тоже положительный в общем антикризисный фактор есть чему в общем нам с вами порадоваться последняя тема а хотя впрочем нет потому что времени у нас уже 46 минут я думаю на этом можно в принципе и завершать нашу программу спасибо всем кто был с нами я напомню что вы эту программу можете смотреть в mp3 на intunes во вконтакте через rss на smartlab в моем фейсбуке ну и если вам программа показалась полезной интересной и так далее пожалуйста поддержите рублем 100 рублей на по первой ссылке внизу в описании все на этом все удачи до свидания